Почечная система 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 Ничего отличного для почек нет, кроме ядов уже конкретно. У меня был случай, когда я работал в психологическом центре, алкоголиков мы еще спасаем более-менее. Поступила учительница, которая была жизненная проблема. Она каждый день выпивала где-то 3 стакана уксуса. И когда мы ее пытались реанимировать, у нас ничего не получилось, в моче была сплошная кровь. То есть она так и умерла. И когда на патологической экспертизе вчера взял ее почку, она была как масло, она просто растворилась. Поэтому раз вы на себя запомните. Тот, кто употребляет большое количество уксуса, разрушит свои почки. Точно так же, как и другие кислоты. Яблочные, лимонные и так далее. Неправильная вода. То есть грязная вода, она приведет к заболеванию почек. Попадут какие-то микроорганизмы. Но это не так страшно. Организм имеет иммунитет и он будет бороться с ними. Самое страшное для нас это не грязная вода. Самое страшное для нас смертельно опасные напитки. К этим напиткам в больших дозах относятся все продукты, красителями, сахарозаменителями, шипучие, низкокислотные. Это токсикола. Это кока-кола. Это спрайсы. Это дюшефы. Это лимонады. Это все, что имеет кислотность ниже. Потому что для того, чтобы восстановить щелочность своего организма, организм должен выбросить щелочные минералы. Калий, магний, натрий и кальций. Калий, магниевый насос – это работа почек. Как только уходит калий, натрий, у человека резко ослабляется почечная защита. Кальций – это, естественно, вся опорно-двигательная система, и магний – это все с различными существами. То есть то, что мы пьем шипучие напитки… Скажем так, химические технологии еще не дошли до уровня того, до уровня понимания, что это опасно. Но у нас дети в 9 лет уже встречаются с густой опорозом. То есть практически с развлеченными костями. Есть дети, у которых вообще не выживает перелоз. Еда, вода. Следующая причина – А, В, В, Г, Д. Вирусы, бактерии, грибки и другие паразиты простейшие. Наиболее опасны для почек хламидии, уриоплазмы, микоплазмы и бета-демолитических тритаков. Четыре вида. Вот все, кто имеет любое заболевание почек, начиная с пиловикрита и заканчивая камнями, имеют одну из этих бактерий. Не бывает заболеваний почек, если нет вирусов бактерий и кофе паразитов. Вот, например, есть такая бактерия, смесь бактерий с грибком. Она называется уриоплазма. Урия – это моча. Так вот она разрабатывает уриновое основание и делает камни уратовые. То есть, казалось бы, какая связь? Очень простая связь. Если в организме развивается уриоплазма, которая проникает половым путем в организме человека, то ему надо готовиться к мочи каменной болезни. Абсолютно честно на замкнутой связи. И лечить камни бесполезно в принципе. До тех пор, пока будет вируоплазма. Следующая причина. Дальше. Дальше. Медикаменты. Медикаменты. Большинство медикаментов является почечно-токсическими. То есть употребляет парацетанол, употребляет терраслю. Я вам в прошлый раз читала, да? Идет нефротоксическое и гепатотоксическое действие. Употребляет даже самый простой аспирин. Это могут быть, не знаю, капли в нос или что-то другое. Все язвы, которые не смогут выделяться так или иначе почками. А значит, все химические медикаменты в той или иной мере сажаются в почки. Вот это надо понимать сразу. Следующая причина. Отсутствие движения. Каким образом это связано с почками? Если человек не очень хорошо двигается, то есть вообще не двигатель, не занимается зарядкой. У него нарушаются аспиринопатические потоки. Раз нарушаются аспиринопатические потоки, образуется застое в почке. То есть это чисто двигательный алгоритм. Следующая причина. Травма. В данном случае мы говорим про травму в почке. То есть это не просто упал, сломал ногу, заболела почка. Когда человек прыгает с высоты. Когда он попадает в эту мобильную катастрофу. Когда его бьют по пояснице случайно, там специально, недавно. Возникает надрыв связок почечных. Почки опускаются. То есть травма является одной из причин заболевания почек и очень серьезной. Почки надо беречь. Вот у нас есть такой сон, например. Симптом постерматского, да? Когда врач стукает вам по пояснице и спрашивает, больно ли? Что он имеет в виду? Симптом постерматского выполняется так. Постукать по пояснице кулаком достаточно сильно и тут же взять анализ мочи. Врач просит про это забыл. То есть если там появилась кровь в моче после этого постукивания, значит у вас больные почки. Поэтому если вам просто постукали и спросили больно или нет, значит... Очень правильно выгодно. Мне нечего скучать, когда не знаете, что вы делаете. Наследственность. Все передается по наследству и по наследству могут передать оброжденные измененные почки. Это не страшно. То есть если что-то удвоенное, утроенное, если у него легкое опущение почки, он может жить с такими почками до столе. Теперь главное, чтобы была в порядке психология, еда, вода, не было бы паразитов, медикаментов, травм и так далее. Поэтому наследственность не актуальна. Если человек дожил до 60-летнего возраста, он имеет шанс дожить до 100-летнего возраста. Если он все будет делать правильно. Следующая причина. Вредные люди. Колоссальная причина. Мы все время будем идти по одному и тому же причинному кругу. Вы его один раз. Зарисуйте, чтобы вы его знали, да? И все болезни. 3000 болезней будут идти по одному и тому же причинам. Вредные причины. Вредные причины. Алкоголь. Табак. Наркология вся. Токсикология. Токсикомания. Это все влияет на почки. Употребление большого количества эфирных масел. Ну то есть любые, так сказать, привязанности, которые перерастают в прочную дружбу с препаратами. Любые. Любого направления. Дают токсическое воздействие на почки. Следующая. Биоэнергетика. Не очень актуален. Но, тем не менее, может случиться такая ситуация, когда в результате общего срыва биоэнергетики нарушается работа наделительных систем. Дальше. Экология. 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 Суперсерьезная причина. Экология – это все, что связано с химическими токсическими веществами. Если, например, вы помыли ванну хлорамином или, не знаю, комит гелем, и тут же в нее садитесь, смотрите пункт номер один. Мы с вами прошли, что выделительная система кожи является одновременно входящей системой. Все, что было в ванне, вы благополучно транспортировали в организм. То есть, если вы посидели в этой ванне 10-15 минут, весь тот хлор, который там был, благополучно спасался. И пошел куда? В сосуд, в межклеточное вещество, в межклеточное вещество лимфа и через почки. Поэтому, казалось бы, какой вред? Очень серьезный вред. Все, что вы съели неправильно, все, что вы выпили неправильно, все, что вы подышали масляными красителями, часть пойдет через легкие, часть через печень, часть через почки. Следующая причина. Время. Почки высыхают. Абсолютно причины. Итак, 12 причин заболевания почек. 12 групп причин. 12 групп причин. В чем особенность работы почек? Вы слышали, что человек должен в сутки выделять полтора литра мочи. Полтора литра. И сейчас это первичная мочи, даже минимум. Так вот, моча, она все время концентрируется. И если у человека уходит оптимальное количество ядов через почки, значит все будет нормально. То есть, то, что вы видели в фильме, это можно выразить следующим языком. Почка – это мембрана. Мембрана – это марля, которая свернута в трубочку. Таких трубочек миллион. Кровь, подходя к этой трубочке, фильтруется через нее, через марлечку. Токсины идут в мочу. А полезные вещества и все, что было в крови, продолжают свой путь дальше. То есть, весь наш организм – это мембраны, через которые происходит фильтрация. Если у вас грязный бензин, и вы поставили топливный фильтр, то бензин до фильтра будет грязный, а после фильтра будет чистый. Скажу вам, как остановились точно. Фильтр надо менять в свое время. И топливный масляный бензин. Так вот, почка – то же самое. Но, к сожалению, масляный и топливный фильтр можно поменить, а почки поменять нельзя категорически. У нас нет запахных частей. И когда вы приходите, вам врач говорит, извините, у вас пропали почки. И огромное количество людей сидят на искусственной почке. И что такое искусственная почка? Его сосуд переключает на искусственную мембрану. И эта искусственная мембрана делает то же самое, что делала искусственная почка. Как сделать так, чтобы до этого не доводить? А чтобы до этого не доводить – это абсолютно четкий путь. По которому мы с вами будем ходить все время. Итог – это путь. Психология. Разберите, что у вас в голове по отношению к вашим почкам. Если вы каждый день выпиваете 3 литра пива, например, я не говорю, что это плохо. Мужчины говорят, что живот большой не от пива, а для пива, да? Но почки вместо полтора литра мочи нормальной будут выглядеть 3 литра переработанного пива. Это колоссальный энергетический удар по почке. А так лучше и кислотово. Пиво по второму такого времени не полезно. Если вы будете неправильно питаться, и ваш ребенок будет неправильно питаться, он будет употреблять шипучие напитки, он будет употреблять чипсы, он будет употреблять селедочку малосольную, глутамат натрия, мы говорили об этом в прошлый раз, всю канцерогенную токсическую еду. Первый удар пойдет по почкам. Это мощнейшая выделительная система. Если вы будете пить неправильную воду, то есть не пить правильную воду, нормальную, хотя бы чистую, и пить чай, компот, какао с утра до ночи, квас. Я уже не говорю вообще про токсиколу, да? Я говорю про обычный чай. Пусть он будет пить обычный чай, никаких проблем. Попробуйте напоить сладким чаем собаку. Даже если она вас очень любит, она пить не будет. Нормальная собака породистая. Будет пить только воду. Запомните, мы ведем себя как беспородные дворняжки. Потребляем руки с утра до ночи. Вирусы, бактерии, греческие паразиты. Легкие паразитарные программы. В почках никого не убьешь, там никто не живет. Там все пробегают. Поэтому мы выпьем почечные антибиотики. Почечные антибиотики работают в кишечнике, в крови. Отказ от медикаментов. Легкое движение. Олег, путь встать. Подними так, схемка. Ступили. Сейчас у нас не та схемка. Системная очистка. Для того, чтобы почки работали хорошо, их надо защитить. А это значит, надо уйти на шаг вперед. Надо почистить систему. Но какую систему? Не больные почки. А надо почистить огромную систему кишечника. Здесь чистить нечего. Здесь ничего нет. Есть только грязная кровь. Из кишечника грязную кровь, вернее, из грязного кишечника кровь проникнут все тачические вещества. Так вот, если мы почистим кишечник, печень и общий, как сказать, живущий кишечный тракт, мы при самом сохраним почку. То есть, часть ядов, которые могла бы сосаться, не подступить в почку, и мы получим нормальный эффект очищения почки. Ферменты и бактерии. Для того, чтобы после чистки нормально работали почки, должно быть нормальное, максимальное пищеварение. И поэтому те бактерии, которые положены в кишечнике, они должны быть. Потому что иначе мы снова получим точно такие же тактические узоры по почкам. А дальше пойдет клеточное питание. А страх от медикаментов мы туда пока не будем. Ведь это все будет для всех одинаково. Но существуют люди, у которых почки уже заболели. Вот это нормальный эффект для того, чтобы сохранить почки. Но если почки уже заболели, это значит, какие-то причины стали более серьезного воздействия. И нужна почечная программа. То есть программа почечной реабилитации. В чем она будет заключаться? Если мы причины разделим на основные и не основные, то сразу всплывет такой алгоритм. Психология – это не основная причина. Еда, вода – это основная причина. Вирусы, бактерии, грибки, паразиты – это супер основная причина. То есть это кандида, это микоплазма, это хламидии. Все остальное – это только клеточное питание имеет значительную роль. И поэтому нам надо перекрыть, если уже вы пропустили почки. Потому что владение этого человека может быть так – все отлично, а почки пострадали. Это может быть ребенок, это может быть взрослый, это не важно. И поэтому он еще не готов соблюдать целиком здоровый образ жизни. Но он хочет, чтобы он самое слабое свое длино наладил. Так вот для этого мы вам рекомендуем программу, которая была специально разработана, почечная программа. Какие программы у вас будут в начале учреждений? Вот они, собственно, вот эти программы. К программе будет прилагаться гист, который будет рассказывать про почечные заболевания. Итак, что входит в причины заболевания почек? Первое – воспалительные процессы мочеводелительной системы. То, что я вам сказала, вирусы, бактерии. Вторая причина – застоянные процессы в мочевых путях. То есть что это значит? Это значит нарушенный отсток мочи. В результате камней, в результате неправильной нагрузки, в результате каких-то алкогольных интоксикаций. Неполноценное питание и водные дефициты. Так, значит, программа будет включать именно это. Она будет корректировать водный баланс. Она будет состоять из сорбентов, которые в кишечнике засорбируют яды, которые бы пошли в почки. Она будет включать легкие мочеводные, безопасные и почечно очищающие фильтры. Вот представьте себе, как работает почка. Вот мембрана почки. Вот подошел яд. Мы говорим, существуют яды, почечные и теченочные кишечки. Так вот, в почке в мембране есть коридор. Если яд подходит к этому коридору, он точно, вклиниваясь в этот коридор, выходит наружу. Если яд не подходит и не выделяется почками, он дальше идет в кровь. Существуют вещества, которые на себе, зная коридор почки, прогносят яды. Вот это принципиально важно. Я вам объясняю механизм работы почек. Потому что цели коридор мира, направленные на почки, вы не выучите. Да это не надо, это вообще не надо. Нам надо добавить сюда веществ, которые, зная вот эти ключи к лабиринту, соберут в крови все токсические вещества, примагнить их на себя и, как на парагонике, выведут в мочи. Одним из таких средств является лучший в мире препарат артишок. Его пьет весь Восток. Чай из артишока – это просто, это нормально. Это Япония, это Китай, это Корея, это Индия. Это пищевое растение, это не продукт. Это пищевое растение, это не лекарство. На втором месте стоит люцерна. Уникальная комбинация люцерна с артишоком. Люцерна является кишечным сардентом, убирая нагрузки кишечника. А артишок является мочегонным, патагонным и желчегонным. Чистит сразу три удивительные системы. Лимфы, почки и печень. Облегчает им сам жизнь почки. И, собственно, программа будет включаться. Это программа рассчитана на месяц. Это не программа лечения. Это программа помощи почкам. Но если почкам помочь, они не дают. Она будет включать обязательно. В натуральной антибиотике. Потому что без воспалительного процесса почки ничего не происходит. Поэтому как минимум там есть уроплазм. Как минимум там есть трестакотик. Конечно, надо исследоваться, безусловно. Безусловно, надо исследоваться. Приносить много диагностических программ, по которым вы можете исследоваться. Но все равно, так сказать, вы придете к тому, что надо будет попринимать. Калорийное серебро. Вы можете купить программу, вы можете не записывать. Эти программы – это инструмент, чтобы они у вас были. По чайной ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. Кара муравьиного дерева по одной капсуле 4 раза в день после еды. Месячный пус. Серебра надо выбить один стандарт. Кара муравьиного дерева – один стандарт. Стандарт – это баночка. А дальше добавить артюшок по капсуле 3 раза, как чай. Люцерва по таблеце 3 раза во время еды. И чтобы усилить работу почек и приоткрыть вот эти внутренние мембраны, надо добавить настойку номер 6. По 10 капель от одного до двух раз. Один-два раза. То есть, что мы получаем в результате этого воздействия? Мы получаем очень мягкое, нежное, комплексное воздействие на почеке. Но мы должны понимать, что мы должны идти по всему кругу. Мы должны разобраться с психологией. Мы должны прекратить кушать неправильное питание. Мы должны перейти только на воду. Запомните, человек, страдающий почечной патологией, может жидеть только воду. Если он хочет жить. Особенно, если это ребенок. Не о каком сладком чае, сладком кофе и так далее. Это может быть компот из кураги. Это может быть компот из чернослива. Это может быть натуральный, свежеприготовленный сок. Не надо покупать детям соки в магазинах. Особенно детям с больными почками. Там, к сожалению, содержится лимонная кислота. Которая продолжает разрушать сочки. Там, к сожалению, содержится аспартам. Во многих. Если пишут сок без сахара. Сок без сахара, значит сахар заменитель. Очень трудно выяснить. Может быть только есть какие-то соки диетического питания для больных людей. И то, каким образом перцы там стабилизируют. Это все сложно. Поэтому, если вы хотите ребенка реабилитировать при помощи соков, то это должны быть свежие фреш-соки. Но свежие фреш-соки ребенку тоже нельзя. Их можно пить только на разбавленную с водой 1-2. То есть разбавленная 1-2. Вода 50-50% сока. Потому что те же самые кислоты будут также воздействовать на почку. Системная очистка для почек в данный момент не актуальна. Потому что в период системной очистки должна пойти почечная реабилитация. То есть программа почечной реабилитации. А теперь я вам скажу, что будет в результате того, что если больны почки, а вы пропустили это. Вот если вы будете двигаться программным методом. Убрали причины. 12 причин. Это не трудно. Вы их все переписали. Пошли по общему пути вода и даст. И плюс присоединение легкую почечную программу. У вас постепенно, месяц, два, три, полгода почки выйдут на норму своей работы. И практически вы будете здоровы. Если вы угадали точно по паразитам и по бактериям. Но это можно всегда обследовать. Это не страшно. Если вы это не угадали и оставили почки в таком состоянии. Что получается? Это прогнозы. Мембрана, которая фильтрует. Начинает загрязняться грязной кровью. То есть она начинает забиваться солями. Раз. Бактериальными клетками. Два. В ней появляются грибковые сети. Три. Резко останавливается кровоток. У кого-то резко, у кого-то не резко. Что вам нужно сделать почкой? Почку должно выйти столько же жидкости, сколько выйти. Иначе ее разорвет, она всего 150 грамм. На почке сидит на почечник, который смотрит, сколько вошло, сколько вышло без напряжения. Если на почечник посчитает, что вошло меньше, чем вышло, он поднимет артериальное давление. И никто никогда не сможет его опустить. Как только мы будем убирать артериальное давление, почка будет прекращать фильтрацию. Жизнь начнет уходить в отеки. Закончится действие препарата. На почечнике снова поднимут давление. Мы подействуем. Снимем, почка прекратит работать. Так мы боремся с собственной почкой. В результате часть гипертонии, а как говорил профессор Шулутко, это очень известный мифролог, то до 70% гипертоний общих, особенно у лиц молодого возраста, связанных с почками, так или иначе. Это детские альгины, которые были раньше. Это неправильно леченые цистики, пилонеприты. Это невыявленная инфекция уроплазменная. То есть в результате мы получим дальнейшее развитие. Мы получим гипертоническую болезнь. Кожа начнет брать на себя функцию почек. Мы получим дерматит или экзем. Мы получим обязательно бронхит, потому что легкие возьмут на себя часть функции. Мы получим любое из заболеваний, которое поражает. Вот будет центральная нервная система отравлена. Слышали такое выражение? Очень хорошее. Моча в голову ударила. Абсолютно реально. Как только уровень азота превышает допустимые нормы, у человека начинается объективность. Нетоксикация. Он начинает крушить все вокруг. Поэтому азотистое отравление азотистыми шлаками. Это чистая почечка. Вы не врачи, это точно. И лечить почки вы не сможете. Но вы сможете, первое, опросить себя или своих родственников причина возможности. Ну в какой экологии вы живете? Что вы пьете? Какие у вас средние привычки? Какие медикаменты вы употребляете? Вообще воду пьете? Или вы только лимонад? Как только вы выясните по причинам, вы можете человеку дать программу. Рассказать ему, что он должен делать, как питаться. Каким образом? То есть это совершенно уникальный алгоритм. Не лечить почку. Мы ничего с вами не будем лечить. Потому что вы пришли сюда для того, чтобы самим быть здоровыми. Мы сейчас говорим не про целый организм. Целому организму мало этой программы. А мы сейчас как дети маленькие. Вот маленький ребенок, когда он не знает, что ему делать, он ломает машинку. Он не знает, как она едет. Он отломает колеса, посмотрит. Отломает руль, посмотрит. Отломает сиденья, посмотрит. Что-то ломает. Это его способ познания. Мы сейчас разломаем организм на 12 систем. И каждую систему посмотрим отдельно. Потом мы соберем этот организм. И вы посмотрите, что как для каждой части отдельно есть единый путь и единые причины, то так и для организма в целом есть единый путь и единые причины. А значит, мы вообще можем его потом не разбирать по частям. Нам будет уже не один путь. А мы можем уже просто идти этим путем. Но для того, чтобы пойти этим путем, вы должны убедиться, что все 12 систем работают по причине средств и единый путь. Потому что сейчас я вам скажу, когда я начну свою реакцию, скажу, надо руки мить перед едой. Мы скажем, что нет вопросов. Могли бы нас для этого не собирать. Если я вам покажу всю нашу стримотеку по паразитам, вы не только руки будете мить перед едой, вы будете мить их после туалета три раза. Вы проведете дезинфекцию в квартире. То есть вы наведете полную санэпидемическую обработку всех узлов, куда касались ваши руки. Потому что достаточно один раз увидеть то, что мы видим. И всю жизнь можно уже мить руки спокойно. С точки зрения того, что вы уже поняли, что надо мать руки. Вот есть вещи, которые гениально просты. Просто, гениально просты. Вот просто выпей воды. Что тут сложно? Почему это не делать? Это настолько просто, что это не сложно. Так вот почки – самый простой орган, с которого мы начали. И если мы будем неправильно питаться, не то ты, что содержит огромное количество паразитов, мы все время падать, себя роняем. Ни одна таблетка мира, ни один нефролог, ни один уролог. Кстати, они вместе с собой не могут договориться. Урологи и нефрологи. Как бы почкой владеют два врача. Один владеет самой почкой, а вторым участникальным каналом. Как-то они не могут между собой поделиться, да? Вот мы получаем то, что мы получаем. Мы получаем результат искусственную почку. Искусственная почка гораздо хуже естественная. И поэтому давайте встанем на алгоритм сохранения своей здоровой почки. Это очень-очень важно. И вот эти вот натуральные программы, почечная реабилитация, это не лечение, это еда. Но это еда, которая даст возможность почки жить нормально. Понятно то, что я рассказала? Да. Все просто. Ничего сложного нет. Для того, чтобы жить долго, счастливо и не болеть, не надо быть врачом. Мы чаще встречаем старых клиентов, чем старых врачей. Врачи, кстати, живут меньше всех. О чем это говорит? О том, что они занимаются не здоровьем, а болезнью. Здоровье и болезнь – это разные вещи. Поэтому, тот, кто решил жить долго, возьмите руки, кто решил жить долго. О, молодцы. Молодцы.